сегодня понедельник 28 марта решила все-таки записать эту рукодельную неделю но она скорее всего будет посвящена всего лишь одному процессу я поняла что я очень сильно соскучилась по дизайну фирмой панна вода и вчера я приступила к вышивке занималась я вот этим участком здесь у меня были большие пропуски я вам ставлю фото напомню на каком этапе я взялась вышивать эту работу и перед вами то что у меня уже есть здесь было много припаркованных хвостиков разных пробелов это не очень красиво смотрится и вот когда я стала зашивать выравнивать здесь полотно знаете это очень вдохновляет когда ты смотришь что работа прорисовывается вот этот бэкстич очень яркий кстати бакси здесь вышивается в две нити вот кстати видите вот эти припаркованные ниточки это для бэкстича потому что его много я решила не отрезать а вот здесь у меня начался обшиваться дельфинчик и когда я дошью крестик я уже продолжу этой ниточка работать ну и к тому же вот как я иду по схеме где мне удобно я здесь дошиваю скорее всего нужно будет уже и переставлять и пяльц потому что мне нужно было вот дошить с этого края бэкстич нужно посмотреть здесь но я потом уже когда переставлю и с этой стороны тоже буду вышивать бакси чего здесь нет абсолютно поэтому посмотрю по ситуации скорее все переставлю на пяльца пойду уже дальше вышивать выше очень приятно вышивается интересно ну что сказать это один из таких дизайнов которые настроение яркий простой классный сочный единственный момент у меня здесь с черными нитками посмотрите это все это все что мне есть из черных ниток а его и вышивки еще много и бэкстича будет много черных мне не хватит я не пойму почему так прошлых дизайнах я по-моему в одну нитку вышивала бэкстич нужно будет сегодня достать посмотреть вот а здесь я вышиваю в 2 и наверное там и вышивала в одну нитку чтобы сэкономить ну а здесь мне придется добавить еще черных ниток но это конечно не проблема черного у меня полно просто то что черный тоже отличаются вот но смотрите сами очень мало черных ниток всех остальных как бы я понимаю что много их будет в достатке а вот черный как-то что-то они наверное на бэкстич не рассчитали ведь его здесь очень очень много посчитали наверное только крестики которых немного а вот бэкстич не посчитали а видите сколько его и он в 2 ниточки вот такая у меня красота получается класс не могу прям оторваться от этого дизайна ну что убегаю на работу увидимся с вами возможно завтра сегодня жду мастера должны прийти ставить кондиционер мою комнату прям над моим рабочим столом сегодня меня ждет большая работа нужно все выносить и закрывать потом убирать возможно я не смогу повышевать но ничего послезавтра итак сегодня среда показываю вам прогресс по моей работе от фирмы панна стихия вода вышиваю вот этот прекрасный дизайн переставила пяльца решила до вышивать бэкстич который внизу мне был не вышит пропущены какие-то здесь были крестики еще где-то один вот он остался нужно будет его найти и вышить и бы сейчас здесь много практически полностью все что я могла здесь на этом участке я вышила еще конечно проверю по моему вот здесь еще должен быть немножко бэкстич дельфинчик но сверху нужно будет еще мне дошить здесь немножко крестиков кстати здесь уже вырисовывается нога либо ну вот хвост русалки да это будет вот крайне такое здесь фрагмент выше уже ничего не вышивается и вот здесь вот у нас получается вы видите красненько это будут такие вот кучерявые волны либо это хвост этой золотой рыбки скорее всего хвост золотой рыбки вот эта рука вот к такому фрагменту я здесь подошла показываю потому что буду переставлять опять же пяльца доработаю что здесь какие-то вот вот этот крестик вышить нужно будет и переставлю чтобы мне было уже более удобно потому что вот пяльца они хоть и большие но все равно тянуться вверх не очень удобно потому что вышиваю на держатели top x и там как бы внизу уже металлическое вот это устройство уже не так удобно поэтому я хочу переставить чтобы мне было более комфортно вот так вот выглядит мой процесс на ракудельном уголке у меня нитки вот так вот все кстати черные нитки у меня уже закончились вот так мы еще в общем то я особо ничего и не вышли я только чуть-чуть самое начало черных не так уже нет вот какой то какая то здесь проблема с нитками я не помню как я вышивала мои предыдущие дизайны может быть в одну нитку я вышивала и мне там как-то хватило но здесь вышиваю по ключу и мне не хватает не так вот такая проблемка есть с этим дизайном но черный сам по себе не проблема я конечно же эти нитки у меня их много в запасе единственное что вот мне кажется наверное производитель считал только крестики не считал backstitch поэтому черных ниток здесь вот так вот сразу и не хватает а выше то у меня всего лишь по дизайну вот так вот хвост тут не дошито вот так вот такой кусочек представляете совсем маленький может процентов 20 где-то так может даже еще 20 нет а все остальное там тоже черные нитки есть крестики и backstitch вот такая вот история недостача ну ладно отправляюсь вышивать увидимся в следующем включении преданный пёс прям у двери ожидает своего хозяина проснулся тебе говорю да бор сразу не упустит момента как только поговорили погладьте меня поиграетесь со мной иди на место и иди-иди-иди-иди-иди тела же и спокойненько поспи молодец усаживайся давай давай молодец вот сидит хозяина ждет от двери не отходит такая любовь у нас хозяин шоу стесняешься камеры да стесняются камеры так и живем снимаю с телефона прям с руки может быть не совсем будет хорошая картинка в плане стабильности но решила запечатлеть этот момент а знаете у меня сейчас идет процесс по пошиву мешочка именно в моего первого изделия очень волнуюсь стараюсь и есть огрехи в основном потому что у меня моя машинка она не налажена и я ее все-таки буду отправлять на регулирую на регулирование и но мне горит не хочется сшить этот мешочек поэтому я здесь как ниндзя просто к ней пристраиваюсь и вот что-то что-то делу но более-менее получается я конечно вижу что есть огрехи ну куда деваться вот так вот мне припекло тут у меня значит на гладильной доске все мои материалы я вам не показывала я купила даже вот такие вот суперские ножницы от прим специальные для шитья очень классные ножницы вообще такие шикарные нужно будет им пошить чехол я же теперь мастерица рукодельница практически без диплома только да вот и мой код мой осенний классный код работает игольницей хватит прятаться в разных местах давай работой игольница ну в общем я стараюсь я шью ну и совсем скоро я уже покажу вам что же у меня все-таки получилось так сегодня 31 марта четверг рукодельная неделя продолжается хочу вам показать на каком этапе находится мой процесс панна который я вышивала эти дни знаете с огромным удовольствием его вышивала очень рада тому что организовался наш совместный проект рукодельный урожай я приглашаю девочек принять участие кто хочет в этом совместном проекте ссылка будет в инфобоксе и что я вышила за эти дни я думаю вам на контраст очень хорошо видно я повышевала вот с левой стороны немножко здесь продвинула немножко в центре я заполнила пропуски ну и основное то что я сделала это я вышила бэк стич который здесь вышивается в две нитки его здесь очень много как вы видите все все проходится контуром и черные нитки у меня уже полностью закончились и там еще один цвет у меня тоже осталось пару ниточек в общем я могу сделать вывод что производитель здесь сделал неправильный расчет по поводу черных ниток и возможно поэтому серию сняли с производства очень конечно жаль потому что дизайны великолепные картинка конечно не передает всей красоты вот именно в вышивке полностью готовы результат это конечно что-то невероятное все кто видит готовы эти работы они поражают впечатляют это ярко это интересные дизайн и после листики ну я вышиваю получаю просто огромное удовольствие от света терапия вот я за эти дни на вышивалась немножко так знаете сбила оскомину и хочу теперь этот процесс отложить он у меня будет идти по плану по нашему сп раз в неделю минимум 200 крестиков но я буду делать так я буду раз в неделю вышивать один вечер там у меня получится примерно 400 крестиков 500 крестиков за вечер это вот такая средняя норма поэтому я постирала вчера да потому что он долго лежал там разметка была думану не эстетично совсем как бы в пальцах там его замяла по всякому этот процесс и думаю нет надо постирать нужно привести в порядок все теперь потихонечку мы эту работу будем приводить порядок и ну и и нужно вышивать в этом году у меня обязательно должны вышиваться эти дизайны вода и земля ну вот обязательно поэтому нельзя уже больше откладывать это номер один по по отшиву вот такие вот у меня здесь новости с этим процессом ну и так как этот процесс у меня но уже не основной мне нужен новый основной у меня было очень много разных мыслей я все думала начать что-то новенькое у меня столько наборов закуплено интересных лежат и ждут меня его знаете мысли такие ну начни что-нибудь но начну и вот когда у меня какие мысли начинают приходить ко мне в голову я тогда достаю мой список и говорю себе юль начни начатыш посмотри сколько у тебя здесь много всего интересного когда начинаю читать что у меня в моем меню да действительно есть из чего выбрать и я читала читала в этот список и поняла что один процесс но у меня как бы вызывает вот этот вот интерес хочется взять и вот именно по вышивать не знаю кто-нибудь угадает какой процесс ну кто знает все мои процессы какой будет следующий процесс я вам через минуточку покажу тот процесс я уже все подготовила с утра проснулась пораньше и сразу побежала готовить процесс но пока сама конечно собралась я шустро собираюсь быстрее мужа в тысячу раз пока он там оденется я уже накрасилась и оделась и еду с собой приготовила и как-нибудь стирку вывесила ну как мы умеем девочки в общем и успела процесс организовать уже на сегодня а пока хочу показать вам хочу показать вам финиш у меня есть финиш неожиданный никто не угадать что за финиш и так минута ожидания точнее секунда ожидания и вот такой вот неожиданный финиш думаю абсолютно неожиданный потому что я говорила что моя машина которую я купила швейную она не настроенная я с ней как бы не сладила и я приняла решение отправить ее обратно производителю на настройку ну в магазин производителю не производителю на завод а в магазин чтобы мне ее настроили потому что она на функции улитка где она должна жить медленно шьет быстро рывками и ну как бы я не могу подстроиться под такой ритм но вчера у меня было время и руки стали вот чесаться вот я вот хотела попробовать пошить я решила все таки провести этот эксперимент на свой страх и риск думаю справлюсь не справлюсь машиной стала в общем то приступила к пошиву вот этого мешочка пользовалась мастер-классом с youtube конечно не сама у меня нет таких способностей знаний да как все что 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 шьется поэтому я пользовалась мастер-классом с канала юлии уютное творчество да она и вышивает и шьет я подписана давно и на ее канал но не все видео смотрела потому что по шитью мне было неинтересно вот а теперь оказалось оказалось что очень даже и полезно и у нее есть мастер-классы очень понятны и простые поэтому мне помогло большое спасибо вот я пошила вот такой вот мешочек ну что вам хочу сказать шила как ниндзя мне приходилось как-то быстро реагировать под машинку подправлять ткань две строчки пришлось распускать нужно где-то не у меня съехали но в целом я считаю для первого моего изделия очень даже достойно получилось красиво ну и в общем то аккуратно я конечно понимаю что есть здесь какие-то грехи там но в целом изделие получилось очень аккуратно и я собой довольна и я очень рада что попробовала что-то сшить и поняла что шить не тоже нравится вот теперь я уже начинаю прорабатывать у себя в голове новые идеи чтобы еще пошить и идеи есть как только машинка вернется я приступлю есть идеи есть ткань на первые идеи а потом еще что-то подкупим ну в общем начинается у меня новая история боюсь что я теперь буду тащить ткани и лоскутки в дом и будут новые коробки с тканями что-то буду шить вот ну не понравилось и кстати мужу тоже очень понравилось он ценил говорит молодец хорошо сработало уже хочет чтобы и я ему что-то тоже пошила вот покажу вам внутри подкладка вот такая вот очень симпатичная подкладка видите подходит я вам показывала ткани вот так у нас внутри мешочка симпатично ярко здесь я пришила вот такую ленточку вообще материалы которые я использовала это те материалы которые я покупала в каких-то магазинах знаете вот просто прихватом ну просто так и когда покупала покупала потому что дешево и вот как бы так а потом себя всегда ругала думаю куда я это набираю вот куда что мне с этим делать какой-то хомяк сумасшедший а вот вчера достала все какие-то кружево тканюшки ленточки бусинки казалось все стало нужным флизелин нашелся подклеить и кубышку молодец все-таки не зря тащила свою норку ну в общем вот так у нас внутри вот здесь я пришила вот такого кружева кружева синтетическое вообще такое но самое самое оно нашлось и решила как бы ну чтобы не пустенько было вот так вот как какое-то кокетство ну кубышку вы видели как я ее вышивала старенькая вышивка очень симпатичная кстати вот как здесь ужасно но с флизелином с подклеенным она прям стала такая хорошая снизу кружева у меня пришита только с одной стороны не знаю почему ты тут оставила а здесь я его сверху снизу чтобы она не телепалась закрепила вот здесь у меня вот такие ленточки тоненькие и вот такие бусинки поэтому можно вот так сделать они держатся так раз все оси не зуб тоже будет симпатично болтаться симпатичный такой мешочек получился единственное что я наверно немножко неправильно рассчитала нужно было оставить его пошире сделать хотя бы на сантиметр шире чтобы больше в него всего помещалось думаю насыпать сюда может каких-нибудь орехов так у нас здесь сетчик здесь такой самый простенький прям все что было моих запасах пошло в ход все оказывается пригодилась вот все пригодилась молодец я я собой довольна довольна что я смогла вот так справиться с такой непростой задачей до взять посмотреть мастер-класс и взять и сшить и сшила значит все получится значит и другие мои задумки будут получаться ну вот прям не могу оторвать глаз от этой кубышки вот этого мешочка так не нравится вот вам показала сейчас пойду насыплю туда наверное миндаля не поставлю мы любимую точнее муж очень много есть миндаля я стараюсь избегать много потому что очень калорийный ну вот нужно нужно еще шить украшать дом пускать свои вышивки вот такие вот в дело то лежат в рулоне будем пользоваться так показала вам мой финиш этой неделе я молодец и теперь покажу вам тот процесс который я выбрала и буду вышивать сегодня что у нас четверг сегодня в пятницу и в субботу может ну нет субботу уже буду вам выпускать это видео поэтому вот сегодня и в пятницу я его повышеваю ну и конечно я думаю он придет и на следующую неделю я так себе думаю и идем смотреть процесс и процесс которому я решила вернуться это персифона подарок от ольги канал о оля эл кростич ссылку я оставлю в инфобоксе оля у нас великий коллекционер огромнейшая коллекция наборов именно коллекция серии вот поэтому если вам интересно заходите посмотрите на улину коллекцию хуле мне сделала вот такой вот замечательный подарок персифону и прошлом году я как только получила сразу приступила к вышивке но как вы видите нахожусь буквально на самом-самом самом начале основа здесь у меня не по ключу основу я взяла из какой-то другой миробилии которую пока у меня откладывается да вот рама здесь огромная здесь нужно будет мне отрезать вот такой кусок почему-то я всегда боюсь резать но нужно свои фобии как-то с ними бороться взять нужно отрезать потому что тогда процесс будет более мобильный не нужна будет такая огромная рама обработать край у меня же теперь есть машинка можно делать и зигзаг кстати в моей машинке есть и оверлок но там немножко нужно лапку переставлять сложный процесс это я пока не умею а зигзаг можно будет сделать поэтому вот нужно будет где-то так оставить и вот этот кусочек уже забрать чтобы вышивать маленькие какие-то без кордюшки какие-то штучки очень красиво основа цвет такой шикарный и вот именно это основа и вот это сочетание не так меня пленили и мне захотелось все-таки весеннего чего-то весеннего а персифона она такая красивая так конечно здесь шить и платье шить шить и шить без остановки да вот просто эту юбку но сама юбка это как как лужайка с цветами поэтому для меня это вот ну такая ассоциация как будто я буду вышивать лужайку с цветами пусть я там выше какой-то кусок вот такой да и мне хорошо вот для начала а там посмотрим дизайн огромные поэтому нужно делать какие-то подходы чтобы он продвигался иначе мы мы с вами долго не увидим персифону хочется увидеть организация вот такая таких вот у меня контейнера сверху я всегда кладу лист либо карточку чтобы знать кто это за процесс а то мне их много и потом разберись что за нитки здесь ключ очень обильный не только на нитке но и ездить ся нитки ручного украшения и много бисера и украшения это все мне прислала оля но нитки и ткань понятно моим вот посмотрите какие здесь цвета но это же лужайка ну посмотрите какие они яркие какие сочные ниточки дмс у меня все по ключу вот такая весенняя полянка у меня будет сейчас вышиваться шикарно шикарно я в полном восторге вдохно в таком вдохновении нахожусь и вот это вдохновение это самый главный компонент чтобы вышивалась вышивка быстро вот когда теряется вдохновение да ну а когда долго вышиваешь один процесс рано или поздно теряется нужно переключаться на что-то другое где у нас как бы горит до горит и хочется вот-вот вот это пошить ну у всех свои ассоциации свои интересы свои какие-то может быть настроение покажу вам у меня здесь такой огромный огромный пакет дополнительными нитками тут у меня всего в запасе много покупаю и дубли бывает да смотрю там чтобы и чтобы всегда всего хватало вот такие вот ниточки ручного крошения они идут на вот этот узорчатый фон и посмотрите как шикарно они смотрятся на этой основе ну вот я бы съела как какой-то прям вот десерт у меня ассоциация эта основа с этими нитками какой-то вкусный десерт прям бы съела бисера много бисер шикарный бисер посмотрите какой конечно до бисера здесь еще далеко нам тут шить и шить бисером бисером крестики вышивать основа здесь по моему тридцать второй каунт достаточно мелко да не тридцать не тридцать шестой но тем не менее тоже мелковато вот посмотрите какой зеленый матовый какой он интересный такая рубка вот этот очень сочный гранатовый класс потрясающе и вот этот бисер мне очень нравится я не уверена может быть это не от персифоны потому что у меня еще был бисер на другом миробилю куплен вот такой очень крупный крупные бусины коричнево-бензиновый такой отлив шоколадный точнее классно очень интересный дизайн и конечно же хочется его вышивать чтобы потом сесть и пришивать все эти украшения помню как я пришивала к моей невесте сколько там было всего потрясающий дизайн вот нужно на вышивать девчонок чтобы их вместе потом и оформить вот сколько дублей еще тоже все докупала чтобы всегда был запас а вдруг чего-то не хватит вот это может быть у меня других процессов нужно будет посмотреть что-то я делала какой-то подбор нужно перенести к моим ниткам чтобы если буду делать какой-то еще подбор а такой может быть чтобы знать какие у меня нитки есть вот ну что показала вам я свое богатство я надеюсь я вас немножечко тоже порадовала вот такими яркими красками цветами отправляюсь вышивать увидимся с вами наверное теперь уже в субботу покажу как продвинулась эта работа ну и подведем итоги этой рукодельной недели итак сегодня у нас суббота 2 апреля подведем итоги этой рукодельной недели я в общем-то все мои процессы вам уже показала на этой рукодельной недели что я вышивала осталось мне вам показать только персифону которую я начала вышивать позавчера буквально два вечера я вышивала продвижение небольшие но они есть вам на контраст хорошо видно что у меня вот вышелся вот этот кусочек здесь у меня равномерная основа тридцать второго каунта соответствует аиде шестнадцатому каунту достаточно мелкая все таки переплетение нужно считать и вот в этих розах была частая смена нитки поэтому но работа была кропотливая и и конечно же пришлось мне потрудиться вот здесь вышиваете одиночки кружево вышивалось более-менее здесь какие-то грубки крестиков и все идет очень логично и посмотрите как замечательно проработана вот это кружево блеск буквально передается да здесь несколько оттенков цветов но тем не менее кружева очень реалистичная ну и вот этот участок вышелся быстро здесь один цвет вот здесь будет вышиваться такая гирлянда из одиночек из одиночек крестиков и будет еще много бисера ну до бисера нам еще конечно далеко но с одиночками сегодня я вот буду бороться сейчас доснимаю буду монтировать и буду вышивать этот участок также я переставила мою раму все-таки на настольный станок пробовала вышивать на раме хотела какой-то мобильности чтобы убирать раму ставить другую раму но достала все-таки станок потому что вот эти одиночки нужно закрепляться на лице не закрепишься основа-то скользкая и постоянно что-то как-то придумывать я поняла что мне это не нравится и мне было не комфортно ну и в общем то я переставила все на на станок буду вышивать так есть доступ к изнанке переворачивается рама все в общем то комфортно буду дальше растить эту работу вот эти розочки меня так порадовали всего лишь два цветочка ну как они украшают да само вот это полотно вроде бы вышиваю юбку впечатление что я вышиваю сказочную поляну богатую цветами и яркими красками вот и мне хотелось бы конечно же продолжить эту вышивку и надеюсь что вышью хотя бы вот по этот уровень вот так вот здесь такая как бы как скамеечка на которой сидит персифона если я вот по этот уровень выше я буду молодец здесь получится много тысяч крестиков как видите есть часто смена нитки все-таки это миленько поэтому вот по этот уровень было бы просто просто супер просто классно не знаю справлюсь за неделю за две как пойдет буду стараться если я почувствую что я уже устала я конечно буду менять работу но пока вот я думаю что у меня хороший подобрался тандем персифона с ее сложной такой основой а потом панна вода с простым достаточно дизайном который вышивается легко поэтому как сменный и вот отдыхалочка он просто замечательно сочетается я смогу отдыхать на этой работе и также я вчера еще вернулась к бисерной иконе долго эту работу вечером вышивать тяжело стоят глаза поэтому я вчера опять же немножко повышевала иконы ну буквально вот здесь вот я чуть-чуть вот так вышила несколько рядков перед сном и знаете и собой очень довольна что я выполнила эту работу вот эти несколько рядков я думаю что я буду вот как-то так и продолжать вышивать по нескольку рядков и мне кажется я смогу в апреле месяце завершить эту работу красиво как смотрится хорошая печать ну что сказать мне все нравится сейчас в тему вышивать иконы для для так сказать успокоения вот такие у меня новости на этой неделе я отправляюсь монтировать это видео также начну сейчас снимать новую рукодельную неделю мы с вами скоро уже увидимся желаю вам хорошего настроения до новых встреч и всем пока 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 Продолжение следует...